так скажу оффлайновый привет точнее как онлайновый но в записи ну и может сейчас кто вылезет онлайне думаю время есть чтобы не провести мероприятие видно видно домоседы ожидают ожидают каких-то появлений в эфире потому что 200 человек за минуту вылезла это отрадно это отрадно и любопытно ну значит привет значит привет что сказать здравствуйте здравствуйте уже 300 человек вылезу ну значит прям действительно есть дом что ли сидят люди наверное сидят я как home office могу сказать что работа кипит в полном объеме по ощущениям даже больше чем обычно потому что так то бывает когда стоишь в пробке часок-другой там успеешь и сериалы пересмотреть и новости посмотришь и биржу помониторишь все 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 а тут как бы нет такой отмазки пробка и сериалов меньше и как-то игр меньше а книжку пишу больше продукты изобретают чаще и мне кажется вот объективно работа больше работа больше да ну в лесу временный такой офис называется полена процессе фото охоты почти был зафиксирован сквирал белочка почти я говорю и по времени мне как блогеру надо снимать что-то партия просит чтобы я чё-то снимал вот так как чем не снимать стул горшок стол письменный одно и то же снимать каждый день не будешь путешествовать я не люблю шоппингов у меня нет ем я каждый день дома одно и то же контента в общем так себе не не ахти контенту поэтому наверное из каких-то вот минимальных именно внешних фишек в жизни вот белки коты да младенчики больше у меня больше нечего снимать но даже сегодня получилось даже сегодня не получилось да деревья тут все нормально с ними много вековые home офис полный этой программе я обычно еду лет в лес утром хожу собираю всякие инсайты потом эти инсайты упаковываю прихожу домой расписываю раскладываю и по кирпичикам что-то уходит в машину просветления что-то уходит в книжку что-то уходит там людям что-то полезное напишу на прогнозирую какой-то прогнозец есть вот ощущение что слишком механический слишком-то много формул надо вдохнуть жизнь вот так по лесу сделаешь круголя и и прогноз клеится все нормально ну бирже как известно подвержена настроением инвесторов и позиционируется вроде как цифровая экономика взрослые дядьки как девочки истерички ведут себя но к слову к о истеричках наверное 25 раз сейчас спросили уже чего где когда закончится я тогда во первых анонсирую что мария бразковская предложила поучаствовать благотворительные лекции мероприятий по моему даже дважды я буду выступать и мероприятие уже будет завтра по моему 3 и по моему 6 поэтому еще разок свой некий vision свой взгляд на массовую истерию я изложу там также по моему по моему 15 апреля будет наше мероприятие арканомовская где будут ноги мои коллеги сергей артемьев многие многие я там выступлю по моему числа 15 денег нет платить за вебинар камон же жома вот у бразковской мари по всем халяву по моему все на халяву что касается нашего мероприятия врать не буду но я не сижу не считаю как кощей когда конс мау какие-то о сейчас наварюсь на панике всех напугаю я просто не знаю я знаю что там если будто копейки какие-то и серии чтобы отбить какие-то эти серверные временные прочие затраты я не знаю по этому поводу что касается дальнейших перспектив у нас карантинная основа астрология у нас большой психологический продукт в мае для профессионалов и вот то что я придумал из новенького это машин просветления тоже по моему конец мая по моему конец мая привет всем потоком и все такое коучинг астра интересуется этот инстаграм задолбал хочется общаться с интересными плевать на мои фото вот никогда не додумайтесь уважаемый коучинг астра мне тоже плевать на свои фото вот просит я сделаю фотосессию вниз мне в голову даже не приходит сама не заходит сама идея зачем каждый день фоткать я пошел я поел я пописал я покакал и вот этот сериал до бесконечности я просто не знаю зачем это мне сама концепция инстаграмовская несколько претит но так как это средство коммуникации просит выхожу вот сижу в лесу чё думаю меня только пол третьего начинается рабочий день и пока до пол третьего я куку учеб не выйти чё бы не выйти как стать учеником вон бесплатно вас бук астролог смотрите книжку читаете по всему интернету в торрентах выложено все на халяву благотворительно поэтому такие дела давайте дубль 25 про истерию был пятнадцатый семнадцатый год был конец сороковых годов было начало восемидесятых годов и есть вот сейчас давайте вопрос на миллиард вопрос на миллиард чего общего между канда пятнадцатом семнадцатом годом двадцатого века концом сороковых годов началом восьмидесятых годов и вот сейчас вот этой нашей бренностью данностью чё общего что общего давайте вопрос просто невероятный на миллиард что там было что там нависало это если что мы описываем динамику там 30 с хвостом лет такой есть тренд сатурн плутон периодически случается он периодически случается и что-то там образуется невежество и тупость людей уважаемые астроспаяни искренним и поэтому толком как бы это даже тренда не надо никакого буддисты еще говорили о видья тамос что люди застревают развитие плавают в невежестве это и без трендов значит там в эти времена но эпидемия испанка только одна там менялась кардинальные устройства экономики социума политических каких-то режимов и прочее первая мировая революции после первой мировой там версальский мир все остальное потом варшавский пакт с этим самым с нато это конец 40-х когда мир погрузился в холодную войну о том в начале 80-х история с померзшими генсеками окончанием холодной войны разрушением берлинской стены и так далее и так далее соответственно происходило что-то что касается описание то всего говорю прошлый март прям написал стивена кинга там привесил колючую проволоку нарисовал все вот архетипы расписал как что может быть экономика хрясть проверка на прочность хрясть проверка здоровья хрясть изменение политического курса начало изменения политического курса хрясть и последние такие кавкианские израгания последние такие пуки левиафана гоббса вот сейчас происходит ну авторитаризм авторитаризм так сказать завершает свои последние шаги то есть тема которая условно образовала тоталитарное авторитарное начале 20 века сейчас она доживает свои последние моменты открыто информационное общество ингрессия сатурна водолей раз все это дело модифицирует но как известно перед тем как чё-то новое случается старое трясет и треск этот оглушительный то что происходит сейчас это как дисклеймер дисклеймер а то коллеги говорят что как-то я тишу не в ту сторону я сразу говорю что я представляю организацию и мое мнение с не всегда совпадает что я призываю соблюдать законы вот все как московские там воронежский власть играет все обязательно делаете маску носите руки и попу мойте вот все изолируйтесь вот все поддерживаю рассказываю на мой гадкий пример не ориентируйтесь то как я глумлюсь то как я спокойно отношусь то как я издеваюсь на текущей ситуации это анти пример это отвратительный пример то есть это такого делать нельзя ни в коем случае все только дома бояться соблюдать указания властей и когда вам бьют дубинкой по горбу вы красиво как лань значит подставляетесь извиваете непременно да и и если кто-то идет против линии партии то берите google или берите youtube и берите зашиворот своих знакомых вирусологов эпидемиологов возьмите учебник по микробиологии и начните гуглить что от обычного гриппа что от гепатита пневмонии туберкулеза дифтерии холеры в данный момент убираю убиваю умирает гораздо больше народу чем от той темы которую все трухают то есть данный момент в мире бушует деми тифа каждый вот в данный момент бушует эпидемия гепатита кое-где умирает народу больше берите вузовскую статистику открываете смотрите что где как чему уберите кто у нас там где максимальный цирк по моему в италии был максимальный цирк трупы днем вывозят по риму в грузовиках и прочее берите в италии 60 миллионов человек там десрейт один на тысячу пример и поделите 600 тысяч на 365 вас получится 1700 человек в день то есть в италии умирает 1700 человек в день в нашей нашем бога спасаем отечестве да во первых дудя посмотрите эпидемия вича эпидемия вича то есть только сколько отвечали сток сколько от водки я думаю в день от водки умирает столько сколько от гриппа в год сейчас вот с водкой ничего не могу сказать просто я в этом плане есть не сведусь но по количеству людей которые умирают от водки ой 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 то есть там коронавирус не стоит я попробую давайте в другой возьмем цивилизованный пример штаты возьмем возьмем штаты трамп с графиками я смотрел как раз брифинг из белого дома трамп с графиками рассказывает bring picture придется под затянуть пояса но но возьмите статистику воза и возьмите историю с диабетом то есть только народу сколько убит убивает диабет ни один вирус ни одна пневмония ни одна испанка не убивает то есть откуда диабет а диабет это простой бургер простая макарошка простой сахар то есть по этой причине надо выходить утром к завтраку надо выходить в какой-то продуктовый магазин и прям бояться то есть сразу надо делать штаны потому что сахар убивает круче коронавируса или когда ваш ребятенок идет в candy shop когда ваш ребятенок просит пирозное морозное вам надо в лютой истерике хватать его заворачивать его в маске в костюм эпидемиологической защиты и говорить все сейчас помрешь от диабета вот значит ну говорю вот google здравый смысл и тут разговор я не думаю что какие-то там теории мировая закулиса бильдербергский этот клуб вот прям сговорились специально создали это чтобы поразить китай иран через иран россию что это биологическое оружие американцев причем люди вполне разумные мудрые которым я доверяю мне на голубом глазу рассказывать биологическое оружие создали американцы вот так как так они создать чтобы самим что ли помереть или китайцы чего не для себя что ли создали или это дымовая завеса такая вирус не искусственно созданный уважаемый эксадемирс вирус этот тысячи лет сто лет в обед как известен в учебниках по микробиологии нарисован с 50-х годов изучается то есть вирус этот известен очень давно очень давно и он опять же работает вспышками где-то больше где-то меньше по степени еще раз летальности смертности и всего остального сопоставим с обычным гриппом и умирают не от коронавируса умирают от осложнений тромбы невмания также умирают от страха реально если брать там условных 40-летних мужиков сильным иммунитетом и вот цитата ой вот тут умер это же не старик но от страха умирают тоже известно сто лет в обед эффект но цебо эффект но цебо называется когда человек болеет от страха за дословность он внушился это не этим негативным состоянием ну и вот началось получается в марте прошлого года но когда как это как мальчик который кричал волки волки всем пофигу всех лопают ушами все творческие путешествуют выкладывают stories и шмотки когда грянул гром но люди начали о чем-то задумываться закончится мне кажется вот как такая дзынь финальная точка финальный аккорд ближе к декабрю вот прям чтобы вообще из историю можно повернуть вспять именно истерия и страх закончится к началу июня это истерия страх уже спадает если опять же вы внимательно пользуетесь гуглом то можете смотреть что во первых прогноз это я еще неделю даже полторы назад писал прогноз от этой недели написано черным по белому что будут приходить крутые новости с востока дерьмовые новости запада и паника будет аккуратно уменьшаться то есть уже паника уменьшается уже то есть народу просто надоело как в 90-х начале голодали переживали а в конце 90 грянул кризис да и как-то свыклись стерпели что называется паника уже уменьшается в италии открыли в ухань этот ухан город если кто не верит возьмите google то есть уже в китае открыли тот город который стоял на карантине где вся эта заваруха началась в ломбарде официальные власти признали что как бы эпидемия прошла свой пик уже меньше заражается то есть даже если верить цифрам официальным и они сто процентов перевираются перекручиваются и большинство кто умирают кто умирает от короны записывается в статистике как от короны но это или старики или люди которым не повезло скажем так в их личные карте в их личные прогностики тот же сатурн плутон юпитер плутон наехали куда-то на какую-то больную точку и все и все ну и на всякий случай комментирую что я по своей роду деятельности по специализации занимаюсь созданием персональной реальности такого микрокосма там где вокруг все бушует беднеют болеют хереют бегают люди вырывают волосы паника моя задача сделать так чтобы каждый имел возможность создать свою персональную реальность свою жизнь и чтобы у вас все было нормально и никуда ничего не девалось вот этим я занимаюсь это не интереснее всего потому что прикладная тема это можно по мере здесь сейчас относительно мунданной астрологии наверное для меня здесь авторитет ректор альма-матер академия который я заканчивал лев Михаил Борисович вот получается она что касается таких механизмов когда пойти в обменник люди от астрологов ждут как от оракулов директив когда пойти в обменник стоит скупить водку или не стоит стоит запастись туалеткой на месяц вперед на два на три или сразу уже начать скупать газеты вместе с заводкой что как бы и не заскучаешь и в принципе если туалетка закончится этот вопрос будет решен вопрос будет решен ну вот говорю про валюту особенно про нашу которая дутый пузырь это дело такое неблагодарное прогнозы делать но скажем так я апокалипсис в данный момент не вижу не вижу в лесу я сижу и без этого я говорю моя жизнь ничем глобально не изменилась я единственное что не езжу в офис потому что если его оставить открытым то бдительные граждане накапают на нашу организацию будут штрафы зачем нам этот гемор зачем нам этот гемор поэтому я работаю как обычно просто все переместилось в онлайн у меня половина работы была оффлайновая половина онлайновая но сейчас тусанули временно в онлайн все 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 вот вам такой коротенький взгляд коротенький прогнозец можно предаться чему угодно хобби обучению сериалом лени вон мтс в импелкомом фиксирует что люди стали спать больше ну хорошо как бы нормальные физиологические процессы и понять что скорее всего в силу любви наших властей перестраховаться они же тоже боятся скорее всего апрель будет карантинный скорее всего ближе к маю сами по себе вылезут люди и к началу июня вот так быстро по щелчку пальцем по мановению волшебной палочки как от появилась также она и закончится вот помяните мое слово и как бы мир он инертен и то что видит астролог людям не всегда заметно сразу на первый взгляд астролог пишет панику уменьшается проблемы в их проходит все но есть некая инерция есть некий здравый смысл и когда это условная тенденция докатиться до вашего магазина дикси рядом с домом это еще сколько времени пройдет но в целом говорим то самый пик паники был когда это даже даже я на всякий случай думаю мало ли что то я не то вижу я сам это по моему был понедельник недели две назад я съездил глобус купил тусонку и гречку мало ли ну что мне это до фонаря у меня и няни две и ярослав павлович мне надо так сказать под перестраховываться вот окей ну может быть что-то хотите спросить я постараюсь ответить 2 прогнозируемая волна happy and be la вторая прогнозируемая волна прогнозируемая волна скорее всего на 90 процентов вероятности будет экономическая они эпидемиологическая грубо говоря никакой пандемии то и нет то есть даже по возовским официальным документам и стандартам пандемии 5 процентов населения заражено в большинстве стран мира у нас не то что 5 процентов нет там даже близко ничего нет то есть по официальным возовским документам пандемии нет ну как известно там возят сидят ученые чиновники они ученые и серьезного консилиума вирусологов эпидемиологов не было не было и поэтому это чиновники просто перестраховавшись чтобы их не решили финансирование заодно чтобы как-то свою значимость допом доказать вот решили устроить так сказать эпидемию и 2 волна где-то ноябрь-декабрь скорее всего экономическая скорее всего те проблемы которые формируются и в европейской американской экономике долгожданной рецессии которые ждали на там развернется все вторая конечно некая экзотическая тема связана с тем что вирус может мутировать как известно имеются разные штаммы и сейчас народ активно ждет будет вакцина это привиться чтобы не заболеть или сыворотка это быстрая такая форма лечения лекарства знаете а вирус-то мутирует и как обычно наши генералы готовятся к уже проигранной войне и сделают вакцину сделают эту самую сыворотку а штаммутирует чем он делает это моментально и будет вирус уже другой совсем вот приближение тотального контроля есть такая идея есть такая идея что как бы это последние такие отрыжки тоталитарные здесь сложно сказать но мне кажется эта идея на вот как вспыхнет так и погаснет как вспыхнет так погаснет особенно в нашей стране где строго из законов обеспечивается необязательность их исполнения хороший пример в контроле это в саратове по моему сделали значит разрешение на выход и выстроилась огромная очередь на несколько кварталов огромные вот любители бороться с эпидемией причем старца за взятки можно это разрешение получить ну то есть как бы в германии наверное в германии наверное еще это возможно а в нашей стране блин я вот не представляю как как можно это все контролировать невозможно невозможно вот идея с подстиланием соломки идея с перетруханием под страховками и прочее я не поддерживаю эти идеи я поддерживаю идеи пребывать в ресурсном состоянии думать своей головой жить своей жизнью нести в мир ценность если вы в мир отдаете больше чем принимаете то мир закидает вас деньгами при любом раскладе какой бы ни был там рубль курс валют неважно абсолютно где вы живете по новой гвинеи в твери в москве в нью-йорке если вы в мир отдаете больше чем получаете мир закидает вас деньгами закон сохранения энергии так мир устроит так мир работает вот qr-код вот представьте мисс дарва бабушка там лет шестьдесят то находит с qr-кодом что ли и гвардейцы росгвардейцы останавливают бабушку начинает кешманать grid qr-код она чё-чё блин ну как ну что ну вот цирк как бы это нереально это нереально как мне кажется но окей и моя некая как это догадка educated guess что сейчас последние такие зажимы последние затяжки и естественный ход событий таким образом встряхивает людей чтобы как говорится подкорректировать подкорректировать чтобы меньше гадили в окружающую среду чтобы меньше сидели в виртуальной реальности взаимодействовали с окружением чтобы не уходили в потребительство бесконечное чтобы не сидели в этих бетонных коробках и задумывались о том что вот нафига это все надо ведь когда вы сидите в карантине и понимаете что ваш диплом юриста бухгалтера что ваш статус там где-то в какой-то компании он висит просто на соплях то есть тряханула рубль и развалил все что вы строили 20-30 лет это же такой прекрасный механизм вразумление это прекрасный механизм научение все получается я как-то писал что мистер к вид обязан лайк заслужить от инстаграма чтобы люди поблагодарили горят спасибо тебе мохнатый коронный учитель спасибо тебе что показал перспективу спасибо тебе что научил взаимодействовать в будущем спасибо тебе мистер вирус что позволил нырнуть во в свой внутренний мир свой духовный мир научил что оказывается духовный иммунитет гигиена сознания в тысячу раз важнее чем вытертая попа вымытые руки там причёсанная голова и так далее вот поэтому она это так и проявляется и все что в мире не происходит но ровно для этого для научения для научения и вразумления и как вы относитесь к этому так она и с вами взаимодействует если вы говорите спасибо тебе короночка спасибо за лишнюю книжку прочитанную спасибо за непротранжиренные на дебильное путешествие деньги спасибо за идею что надо задуматься что если вы работаете там бухгалтером юристом вас через пять лет просто заменят на чат-бот на нейросети все оказывается можно профессию какую-то параллельную получать принципе вот мнение про карты таро мнение про все альтернативные системы взаимодействия с будущим самая оптимистичная самая оптимистичная и даже с еленой корниенко мой курс уже он заканчивается про таро сделают вакцину чипы и все будет обязательно говорю в нашей стране не может быть обязательно все у кого есть язык деньги или связи у них ничего обязательного не будет это могут написать в какой-нибудь этой думской как забыл правительственная газета российская газета могут написать все обязательно ничего нельзя там ходить но в реальности будут те кто труханут и те кто плюнут и те кто плюнут их больше у нас по статистике минюста большинство преступлений не раскрывается по городу ходят убийцы их не ищут никто не может найти и тут про чипирование про все остальное вот и еще раз те кто услышит про обязательную вакцинацию здесь решение принимайте сами но в нашей стране разгильдяйской вот все обязательное строго и так далее ну скажем так множится на коэффициент раздолбайство коэффициент раздолбайство я лично когда позавчера ездил в москву не в понедельник понедельник ездил в москву ходил пешком смотрел глядел до улиц пустые да все в масках ходят ютятся футбол сказать все как обычно все как обычно и следующее чё пугает что будут перекрывать мкат все остальное но могут перекрыть могут эти грузовики подтянуть как центр перекрывает бульварное кольцо когда кого негов на марафон там бегают ну ну подгонит но и тянут столько дыр кому надо все приедут и за тысячу рублей бутылку водки тебе любой росгвардеец отгонит эту машину кому надо тот ездит короче наша страна живет по понятиям они по законам поэтому еще немцам сказали они все реально сидят у нас каникулы все на шашлыки вышли я на самом деле даже не осуждаю этих людей потому что на самом деле для его иммунитета пойти в солнечные выходные бухнуть на шашлыках гораздо полезнее чем сидеть дома смотреть эти депрессивные передачи где все вот конспирологические теории перечисляются и прочее это гораздо позитивнее бухнуть на шашлыках чем смотреть вот эти ящики читать дурные новости как найти свой интерес счастье всем но это так пальцем в небо то не получится сделать сейчас взял вот развернулся сел на пенек и нашел свой интерес это долгий процесс у нас найти сначала себя потом интерес вас найдет сам как найти себя еще один долгий процесс надо убрать все лишнее и ваше я найдется само духовный рост практики медитации работа с психологом консультации астрологов и наш хронос со вкладкой индивидуальный план развития может вам в этом помочь может вам в этом подсобить и даже в хроносе есть вкладочка профессия по он называется в общем там профессии есть профессии будущего здесь очень простой тоже подход сначала человек хреначил руками палка копалка на валах возил потом кузнецы ковали и человека механического заменили машины глупые какой-то там сталь литейный завод комбинат какие-то мельницы там на воде получается уже отвалились эти профессии у крестьянин который машет мотыгой никому не нужен затем появились машины помни промышленная революция и остались инженеры врачи юристы остались люди которые занимаются психическим интеллектуальным трудом но сейчас революция другая уже более серьезного масштаба и машины стали ну совсем умные искусственный интеллект и нейросети и куча всяких систем и роботы робот проводит хирургические операции роботы ну там не знаю водители учителя юристы экономисты врачи роботы уже всех могут заменить просто пока это пока пока это дорого как когда-то компьютер был очень дорогой размером с пятиэтажку сейчас он у каждого в кармане этот компьютер сколько времени прошло буквально лет 20-30 здесь тоже самое пока робот который проводит операцию на сердце достаточно дорогой и до останется набор прослойка людей которые обслуживают машины ну это сейчас уже есть машины которые тянет машины есть машины которые пишут программный код то есть программистов можно заменить и останутся люди которые занимаются трудом духовным то есть такой труд который машина никогда не заменит забота о людях нянечки воспитатели всякие не знаю чар специалисты творческие профессии как машин там симфонии не писала но все равно это не то все равно это видно что искусственное поэтому те виды деятельности которые связаны с проявлением души психологи понадобятся никуда не денется вот вот так профессии связанные с моды цены с точки зрения вселенной олеся трофе это ценно глаз радует вас радует настроение улучшается кому-то шмоточку отделы праздник это полезные профессии кстати машина ну понятно что стилистика колористика машины обрабатывается но целостный интегративный подход взглянуть в душу клиенту с ним по душам поговорить вот эта машина никогда не сделает поэтому стилисты я думаю останутся останутся вот рассвет я жду отмашки от разработчиков наверное будет я уже готов был давно там у разработчиков какая-то подвязка с кассами с оплатами и так далее вот астротайна врачи нет массово не уйдут останутся врачи звездные останутся врачи интуитивные останутся врачи золотыми руками кому там очередь выстраивается есть обычный стоматолог который надо гнать людей рекламой флайерами а есть стоматолог который сидит день в подвале на окраине их нему на два года очередь стоит он ничего специально не делает вот такие условные стоматологи останутся люди которые неадекватно свою работу выполняют нечестные некачественные залетным образом попали конечно мир все расставляет на свои места и наводит пусть печальную но справедливость но справедливость вот окей ногти красить робот ну красит мне кажется да вот есть такой мы машинальная покраска я думаю сможет я где-то даже какие-то эти а я видел машину косметологическую которая вхреначивает филлеры и мезотерапии вот такую машину видел это когда изучал хирургические всякие аппараты восьмой поток ждет нептун мисс данилина уважаемый восьмой поток я тоже жду нептун но там такая очередь и столько продуктов сдаю учебник потом машин просветление потом черный прогноз там столько всего сейчас придумано как бы не знаю когда-нибудь someday самой глобальное отключение от интернету общество лена невозможно невозможно глобальное отключение слишком ценный актив сами же властители останутся с голой задницей если будут экономику почтовыми голубями обменить но по крайней мере в ближайшее время по крайней мере в ближайшее время клещи есть в лесу я на они мне об этом не сообщали клещи нету нету вот говорю белку застукал по полчаса за ней гонялся не видел клеща пока нет клещи клещи не попадались но если они объявятся если они объявятся я обязательно вас с ними свяжу по крайней мере расскажу где в интернете найти вот курс плутон стоит также значит на некой очереди на низком старте на ожидании с ним тоже есть свои особенности ну вот что сказать как есть как есть скажем так количество того что хочется отдать гораздо больше чем то время когда люди могут это взять вот из-за этого такая очередь как в воронке слишком много всего хочется отдать и слишком много всего бурлит внутри слишком много креатива так далее клещи есть ну знаете я для марсику сообщен по улице носится что есть клещи где взять хронос мать вашу ольга мусесова мать нашу ольга 3w хронос м джи или в принципе вы можете с помощью гугла написать astra процессор хронос ну и наконец на самый худой такой кривой конец есть ссылка вам этот топлинк называется у нас шапки профиля вы ссылку заходите и наверняка какие-то ссылки на хронос есть все там ценой по моим 500 рублей на месяц профессии прогнозы и мой мозг прожеванный провернутые в самую мясорубку будет вам доступен какого черта я на улице я же говорю отвратительный пример я анти пример подаю как григорий острый вредный завет и на меня пожалуйста не ориентируйтесь то есть надо все соблюдать бояться тревожиться гигиена уж она психологии для астрологов до в мае уже там презентация есть уже все на мази готова но просто так сказать чтобы не мешать у людмила личная жизнь стартует в целом так апрель раскачечные а мы на май перенесли на май перенесли чему я кошатник я зверятник я люблю все живое собачат люблю все у меня собачка одна соседка вторая соседка со всеми дружу в чем одна собачка добрая 2 злая прям как хозяйкой но я со всеми дружу со всеми хронометр есть определение престарелые родственники близкие или дальние уважаемая петрова анюта как бы мы хронометр не калибровали там вот в годах месяцах этот внучатая прабабка ваша это мы не определим поэтому попробуйте пользоваться здравым смыслом и ассоциациями ассоциациями вот астрологии переезды гео в хроносе пока нет наверное связано еще с моим скепсисом потому что тема беготни переездов по как мне кажется многими людьми гипертрофирована некоторыми не экологичными специалистами распиарена в режим райский уголок мечты убежите и все у вас будет замечательно но и не экологичные эмоционально токсичные отстраненные матери которые при совке уродовали психику людям поспособствовали этому потому что если у вас проблемы с мамкой различного характера то порочная идея что сейчас сменим диету место жительства переедем и жизнь начнет свести пышными красками эта идея маша вас может завлекать но она как правило неадекватно ибо вы свою голову хоть на марс у едете все равно притащите с собой вот карамбольчик пожалуйста на здоровье все замечательно интенсив проходите там юлия суботина будет вести вебинары обсуждательные моя роза будет вещать записи вам уроки и тесты и кураторы в чатике кураторы в чатике миу миу прошли ли мы пик кризиса мы пик паранойи паники прошли вот пик паранойи паники мы прошли точно а что касается государственного врядца неофициоза оградительных мер то это же инерционный процесс мне кажется еще нет не до конца не до конца так сергеев и магды взять промо-код а вы придите к марии бразговской вот когда это завтра по идее будет завтра там какой-то промо код обещают на бесплатную работу авторов компенсаторной астрологии машинка если бы знал сказал тут несправедливо был бы каркать и хвастаться вот это я придумал и прочее может кто-то еще придумал я не знаю уже упоминаемого драгана есть астрологии трансформации личности книжечка я ее читал в свое время ну давно мне кажется лет семь назад лет пять-семь назад она стоящая книжка но там это не называется компенсаторной астрологии по моим воспоминаниям когда хронос обновится катрина он обновляется просто незаметно для вас там очень огромный объем данных массив и мы дизайнем если кто видел на проф тарифе такой интерфейс есть четырех карт профессиональный прогностический вот туда ухреначено очень много усилий очень много соответственно дизайн чтобы все было красиво для проф астрологов вот туда уходят усилий сейчас ухронность постоянно обновляется просто не всегда это так заметно всегда заметно читал ли я патолемея ну скажем так отдельные фрагменты цитаты из такой любви к палеонтологии как практически автор который годен для применения мне кажется он устарел он кажется устарел чего-то ребенку поломанного совковой мамой не обещать ну сказать принять чтобы была такая мама не со зла без радикального прощения то что если на тушила бытики вам от голову то прощать такого человека не надо но с пониманием рациональным разумным то что она с вами вытворяла в ее картине мира это была любовь точка и теперь есть такие сценарии программы точка достались они от таких-то таких-то поколений точка если эти сценарии понять и осознать перевести на уровень эмоциональных состояний паттернов мышления отловить это в виде мыслей мысли которые притягивают события или телесные реакции эмоциональные состояния отследить это все упаковать в компенсаторный периметр выстроить нужную иерархию и отследить прогностикой примерно так но астролог там за часок управится как нам авистийская школа астрологии светлана говорю ко всем отношусь радостно с уважением школам одно время даже работал с человеком который закончил авистийскую школу мы партнерились по моему старому проекту 12 13 14 году что-то интересное сама тема зороастрийство с точки зрения глубины и мудрости она интересна достаточно но то опять же практическое русло в котором многие авистийские астрологи плавают иногда не экологичные мне чуждо поэтому я сам практически не использую хронность не работать неделю и бьется июля всех поддержкой ну вновь продолжается бой ленин 5 молодой я могу пожелать вам удачи в этой нелегкой схватке но техподдержка работает как часы есть чат хроноса где тишина благодать где опять же тех поддержка моментально отвечает зайдите на хроносе на главной странице внизу там есть ссылки на тот самый телеграм там телеграме есть чат и как-то вот если убой ваш неравный никак не может окончиться по посте может попробовать выяснить там же несколько тысяч человек сидят в этом чате может они вас проблемы помогут если техподдержка ругается на вас там бой окей думаю прогнозе господин дорога на по осени будет вспышка так далее я допускаю этот сценарий но считаю его маловероятным я считаю что там будет экономическая вспышка какой-то кризис государственных институтов какие-то такие геополитические замуты но что вирус может мутировать появится новый штамм возможно но говорю сейчас проблем с вирусом нет это обычная сезонная пневмония на почве авитаминоза и на почве паники на почве напряженного неба просто если бы не было вот этого повода еще что-то придумали инопланетяне мировая война начинается и прочее вот поэтому так она работает ой опять астрологи чё скажешь кармической астрологии елена сущинской я ее видел ну елена сущинскую несколько раз в жизни мне кажется человек она грамотный то есть какой-то откровенной дичью типа отметь соляр в турции вся жизнь исправится такая дичь не замечена за ней что у нее свой подход что она там что-то к лилит этой прикопалась ну это ее может такой метод авторский я скажем так не считаю что вот карма лилита вот вся эта требуха имеет такой вес именно практической стороны вопроса но говорю это ее метод работает замечательно работает замечательно вот сара в италии испании какая смертность нет там смертность возьмите google возьмите статистику там нет смертности там есть лютая паника слухи помноженные на эффект на цебо помноженные на без позвоночных без хребетных людей и огромный процент стариков популяции населения никакой смертности там нет по цифрам сейчас не происходит ничего особенного и любые вирусологи эпидемиологи скажут нет ни эпидемии не пандемии и если брать реальные эпидемии пандемии то во многих регионах мира я говорил сейчас туберкулез еще какие-то темы ну вот надо просто взять google посмотреть сейчас идут эпидемии но эти эпидемии не являются объектом хайпа объектом хайпа вот медицина там они только платные милогоран там очень совковая совковая там сама италия ну как мягко говоря антисанитарная не до такой степени как какие-то азиатские страны но в азии хотя бы там менталитет более цивильный а в италии вот вы идете по риму идете по флоренции вас мусор с крысами лежат прямо посреди дороги я долго не мог вдуплить в центре города флоренции идешь там витоны гермесы всякие эти бербери и рядом огромная помойка в центре города и бегают крыса толпой еще люди подбрасывают какие-то куски там бычки и так далее что за тема даже у нас в каком маленьком городишке сделают отдельный закуток отдельный будет там ящичек и в голодные 90-е я помню ну что-то было наподобие что-то было наподобие вот говорю не поленитесь в италии антисанитария и совковая медицина в испании греции примерно то же самое германии к слову все веселее куда потому что не такая антисанитария и наверное вот никогда бы не думал что кстати кстати никогда бы не думал но я единственного мирового лидера поддерживаю внутри угадайте кого вот кстати кто знает какой президент мне кажется единственный здравомыслящий остался на всем этом поле про париж то же самое да совершенно верно идешь по улице валяется прямо из макдональдса целый поднос с объектками с грязью там сидят мыши тараканы и рядом с гуччими витонами лежит целый такой квартал спальников и лежит толпа бомжей сирийцев прям целый квартал они раскладывают у дверей магазины эти спальники и лежат и едят и писают и какают и все это прямо в центре парижа я из глазами своими не увидел никогда бы не поверил никогда бы жизнь не поверил что так было да это лукашенко лукашенко конечно это батька да но вот никогда бы не поверил себе что когда-нибудь буду солидаризироваться с батькой трамп он начал за здравие а потом напугали истерии все он все-таки несет очень серьезную ответственность у него партия и он вынужден был аккуратно риторику смягчать то есть свое частное мнение он конечно высказывает стоит все шляпа трамп но там где ему надо выступить на публику также как и я он же является частью организации есть истеблишмент есть партия есть его бизнес есть акционеры то же самое я же не могу сказать все что думаю потому что я часть организации вот трамп тоже часть организации а вот батька а вот батька он так сказать свободный здесь голубь свободного полета и чё ему на то она говорит я опять же попробую немного рискнуть с точки зрения прогнозов но я вас уверяю что в беларуси будет тишина и благодать потому что это сатурн его страна а те кто дружит сатурном в эту эпидемию живут радуются швеция уже впала в истерию где-то по моему вчера позавчера судя по news google ком в швеции уже пошла истерии причем там как-то они перетрудились тоже штрафы ввели на улицу не выходите все такое то есть швеции уже истерия началась вот профессор гундарев неинфекционные приводит цифры рената петухова мне кажется я слышал но я вот горячек 5 послушал причем в основном англоязычных западных инфекционистов которым к побольше доверяй потому что там больше денег больше исследовательская база я не видел не слышал ни одного независимого вирусолога который бы сказал что ты но все как один что это обычный сезонный грипп смертность как от обычного гриппа и умирают от осложнений пневмонии которые не связаны с гриппом все как один все как один да я вот здесь немного рискую немножко рискую но мне кажется что беларуси все будет шоколадно все будет шоколадно крысы бегают на то ну что я видел в этом это был седьмой континент по моим в крылацком когда в крылацком жил я их лично там кормил лично кормил крыс седьмом континенте которые бегали из-под лотков я как любитель поиграть ночью ходил в три-четыре-пять утра и за пивом и за всем остальным и аккуратно сладков бросал сыры все чтобы крысы кусали то седьмой континент был в крылацком доживут у нас крыса но просто не в таком количестве как мне кажется не в таком количестве нет вот такой темы что где-то на арбате стояла бы помойка посреди города и все туда все бросали у нас все-таки почище все-таки больше сатурна а сатурн скорее всего в италии давно уже не залетал где он к швейцарии под сатурном она еще под стариками то есть это трусливая стареющая страна где не было очень давно никакой реальной заварухи люди размякли этот вирт гонок встряхивает он их вытряхивает из бытовой рутины и говорит так дальше не бывает так дальше не бывает 5 апреля 5 утра массовая медитация что об этом думаю думаю ну его нафиг 5 утра я сплю 5 утра я сплю ярослав палыч спит мы заочно примем мы так это как бывает какие-то не знаю заочные молитвы мы заочно поддержим заочно так окей окей что думаю про 5g введут 5g ну хорошие стандарты чего статистику смертности фото фото грибаш покорный слуга смотрел ям про италию даже цифры назвал вы тоже самое можете взять штаты китай сравнению с семнадцатым и с восемнадцатым и шестнадцатым годом официальная возовская статистика все есть но говорю люди которые находятся в этом оцепенение паники сметают гречу как правило не склонны не склонны вот сохранить эфир спасти мир 25 вопрос про дизайн человека идет борьба за земли америка уйдет под воду говорю это как рептилоиды сманипулировали китайской политической элитой запустили вирус чтобы убить иран и россию honey for you мед для меня сами паникую нет ни разу ни в одном месте не паникую ни в одном месте не паникую после моего эфира все на шашлыки попрутся мне кажется солнышко мало сейчас если только потом но главное я же в начале дисклеймер сказал что вредные советы на меня не ориентироваться я здесь отвратительный мерзейший персонаж который разлагает общество ни в коем случае только официальные предписания только вот что по телевизору сказали все это надо исполнять все это надо исполнять про комет про комет ничего не знаю говорю я не любитель паникерских новостей это вы мне про комету расскажите но говорю пока апокалипсис не настал на велик на велик пожалуйста говорю вот вот на велик вперед на здоровье это хочется хоть завтра выбор сша скорее всего скорее всего останется трамп в центре экономического кризиса не будет рот внушаемый я думаю что у меня аудитория не первого канала есть куда более такие серьезные тренд-сеттеры который нагонит паники смерть все полета зомби хорошо декабре доллар массовые потери так разбор ядра мне кажется что пора мне уже сворачивать эту самую контору поед домой поеду домой значит срочно покупаете телевизор срочно покупаете телевизор как вы без него что вам делать что вам делать это аккуратно хронос эмджи бесплатное мероприятие у марии завтра наше мероприятие в апреле арканумовско лабораторно-жизненное машина просветления психологии для астрологов мая людмила личная жизнь в начале апреля и карантинная основы астрологии когда по моему числа 13 или 15 апреля там уже надо позырить там же надо будет позырить в общем работы вал просто не в проворот обязательно все сохраним да уже час прошел час прошел час уже будет сворачиваться у меня эфир поэтому осталось прощаться пожелать всем крепкого здоровья и прочного духа и не вестись на панику не забывая про здравый смысл все пока end